На протяжении трёх лет знаменитой 31-й отдельной гвардейской десанта штурмовой бригадой руководил Андрей Стесев. Назначен на должность в августе 17-го. 13-го июля Стесев передаёт почётную миссию новому командиру. Я хочу выразить слова благодарности вам за совместную службу. Сказать огромное спасибо всему личному составу бригады, начиная от первого заместителя до кранего солдата подразделений. Полдоник Стесев, честь имею. Новый начальник Виктор Гуна за потомственный военный в четвёртом поколении в 95-м окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. В 2008-м с отличием завершил обучение в общевой войсковой академии вооружённых сил. После прибыл на должность начальника штаба полка в Иваново. В течение двух с половиной лет начальником штаба 98-го внушной десантной дивизии два с половиной года на кафедре тактики в Иваново-десантном училище. Заместителем начальника боевой подготовки вооружённых войск и сейчас назначен должником командиром бригады. Поэтому десантные войска – это моя жизнь, с которой связано всё. Гуна заимеет около 10 государственных наград, среди которых медаль Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и медаль Суворова. Познакомился с мастерством бригады командир ещё на этапе вступления в должность. Как раз в это время проходила проверка боевой подготовки. Работу оценивает высоко, свои способности 31-я покажет совсем скоро на новых учениях. В этом году, в сентябре месяце, на полигоне Тангуз мы это продемонстрируем на практике применения бригады вертолётным способом, как одно из самых мобильных соединений. 31-я бригада экспериментальная создана в результате реформирования 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Ордена Кутузова. Окончательное наименование получила в 2007-м. Бригаду деслоцируют в Ульяновск, в 2005-м переводят на контрактную систему комплектования. С 98-го по настоящее время 31-я сменила уже 10-го командира.